Газа в квартире Михаила Грицкого нет уже неделю. Пенсионер живет один на пятом этаже. Часто спускаться и подниматься по лестнице в походах за продуктами здоровье после инсульта не позволяет. Поэтому последние дни мужчина буквально сидит на хлебе и воде. Ни сварить, ни пожарить ничего невозможно. А я голодую уже с понедельника. Ну, я мало ем вообще сам по себе. У меня вот как, питаюсь я чем? Вот такая вот водичка потребляю. Все холодно. Вот видите, это зеленая яблка. Голубое пламя в газовых плитах исчезло еще в четырех квартирах одного из подъездов дома по проспекту 50-летия в ЛКСМ 34Г. Газ перекрыли по всему стояку. Поджигаю. Вот неделя газа нет. Видите? Перекаетесь. Как справляемся? Ну, справляемся по-разному. К соседям ходим. Иногда вот пользуемся. Но это не у всех есть. Причина такого безгазового режима – за дверью одной из квартир на четвертом этаже. В начале прошлой недели жильцы обнаружили на подъезде объявление от газовой службы о том, что на следующий день ее представители в назначенный час придут по адресу. А соседям к этому времени следует обеспечить доступ к квартире, где газовикам нужно устранить неполадку. Мне сказали так. Значит, это не наше дело. Разыскивайте этого вашего жильца. И, значит, только после этого мы подключим вам газ. Но собственника проблемного жилья соседи видят крайне редко. Приходит он в основном по ночам, говорит женщина. Жильцы, отключенных от газа квартир, в свою очередь опасаются, что в такой ситуации оказались из-за долгов соседа. Если не платит какая-то квартира, почему должны страдать остальные? В конце концов, есть совершенно другие рычаги управления. То есть можно подать в суд на этого человека, кто не платит. Или же прийти с участковым сюда и искать этого человека. Значит, неделю у нас нет газа. Будет ли нам кто-нибудь пересчитывать? Вы сами понимаете, что сейчас очень дорого платит за газ. Но в пресс-службе Харьков Гургаза заверили, что отключение никак не связано с чьей-то задолженностью. И пообещали, что квитанции жильцам придут с перерасчетом. В компании также объяснили, что газ перекрыли в целях безопасности самих жителей. Во время проведения планового технического обслуживания специалисты обнаружили падение давления в стояке. В четырех квартирах проблем не выявили. Но пока не попадут в оставшуюся пятую квартиру, где, вероятнее всего, и есть утечка, пускать газ опасно. А это может растянуться еще не на одну неделю, побаиваются жильцы. В таких ситуациях, говорят юристы, следует подключать жилкомсервис, как балансодержателя, правоохранительные органы и даже службу по чрезвычайным ситуациям. Их представители совместно с соседями и газовщиками подписывают акт, где объясняют опасность для других жильцов и необходимость попасть в квартиру. Только после этого специалисты могут зайти в жилье, провести необходимые работы. Затем квартиру опечатывают. Какого-то специального подзаконного акта, который это регулируют, нет. Поэтому приходится действовать по аналогии с похожими случаями. При этом, как показывает опыт, собственники квартир, в которых проникли без их ведома, редко когда оспаривают такие действия служб. Единственное основание для обращения в суды, если они понесли ущерб, отмечают юристы. Алена Сорока, Александр Проценко, агентство телевидения новости. Благодаря. 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 Продолжение следует...